стажа употребления наркотиков 20 лет ну это стаж не полностью 20 лет было с перерывами начиналось коротко все не знаю я период травки как-то прошел у меня сразу ширко появилась моей жизни попался мне провокатор такой который мне рассказал красиво в таком возрасте все интересно все хочется попробовать ну вот так первый раз не понравилось вообще тем не менее этот провокатор появился через какое-то время опять не рассказал так как он был постарше меня интерес и тому подобное прислушивание где-то что-то угодить кому-то ну вот таким образом попробовал я опиумные наркотики опи ацетилированный ну дальше дальше у меня не было такого момента в жизни что я сразу прям присел я имею ввиду возить физическую зависимость этот период растянулся до 20 23 у на 8 лет растянулся на 8 на 9 лет растянулся первый раз в зависимость физическую попал 23 года уже успел закончить институт вот ну да и с этого момента жизни начались проблемы сложности сложности связанные чем связаны в пошло пока было что продавать и какие-то запасы были нажиты все пошло но тем не менее как бы было какое-то осознание пока был молодой спрыгивал с этого всего носили воли спрыгивал опять же но где-то сейчас смотря назад понимаю что это все был культа на не знаю какой-то сам обман скорее всего потому что это спрыгивание было ради спрыгивания как-то так спрыгнуть с наркотиков получалось наш этим дальше с что делать это было конечно тяжело вот я просто вспоминая увидев этих наркоманов друзей так сказать своих не переставал с ними общаться это постоянно провокация постоянно видишь теле лица где-то в какой-то период времени хваталась или у силы воли потом это все печально заканчивалась опять было это все не знаю менять из прыжки запрыжки на на раз 7 было не на одном репцентре было и на верующих репцентрах был и на диспансерах был и на 12 шаговых программах в общем поездил немного повидал первый мой опыт был это житомир попал наркодиспансер это просто какой-то ужас я туда сбежал через десять дней потому что ну там согнали всех наркоманов которых никто не контролирует не пытается не контролировать за деньги у медсестры можно было дозу любую купить ну то есть это просто какой-то был ужас я не знаю оттуда сбежал ну как сбежал ушел не сбежала собрал вещи и ушел просто-напросто потому что ну я понял что там ничем это не закончится хорошим после этого поехал к верующим в репцентр ну там опять же я пробыл месяц не знаю ну ну не моё я почувствовал это не моё опять же после этого какое-то время продержался ну опять же началось употребление были дальше репцентры были двенадцати шаговые программы да где-то там на на сухую спрыгивалась ну опять же не знаю не знаю это во первых не происходило в этих репцентрах может это для меня вот так просто я говорю о своем опыте который был но я не воспринимал это все не заходило но мне все да вроде там какие-то вещи правильные какие-то вещи принципе неплохие но вот не моё не зашло ну изначально начнем с того я ехал как бы не совсем понимал куда я еду я просто просто уже надоело мне это все я хотел где-то было одно условие ну чтобы не попасть в репцентр где там руки-ноги ломают вот ну попав сюда здесь действительно люди работают с тобой да здесь отношение человеческое к тебе как человеку не как кому-то наркоману там я не знаю отбросу общества вот просто люди относятся тебе как человеку вот тебя с тобой работают психологи то есть тебе дают правильно тебе дают над чем подумать да тебе дают информацию к размышлению тебя подводят к определенным моментам чтобы ты начал сам думать да вот ну не бывает какой-то там я не знаю никто еще не придумал таблетки там какой-то там до волшебной но тем не менее ляда назад я смотрю просто-напросто ну мне нечем даже сравнить ну нечем я здесь был за месяц времени у меня ни разу не было подрыва ни разу мне не хотелось из-за куда убежать там сбежать там это очень важный момент то есть идет работают с тобой психологи то есть они в этом очень это очень важно начальном этапе дальше ну тут построила насколько система построена что ну во первых здесь состояние здоровья твой прослеживать не просто там тебе какие-то непонятные процедуры назначают все имеет какой-то свой смысл все в комплексе сделано для того чтобы достичь конечной цели конечная цель какая да чтоб тебе дать определенный багаж которым бы ты мог уйти в мир и в мире в мире нормально найти себя потому что но отпадает старая жизнь в которой остаются все друзья все все что было вот это вот базе тот лишний он весь отпадает и нужно заново все строить здесь дают тебе базу определено определенно дают базу дальше ну это уже тебе с этим жить и без этим делать что-то но но я по себе просто понимаю у меня появилась уверенность себе я начал верить в то что у меня что-то получится но это очень важный момент потому что до этого я просто каких-то сомнениях был все время ну просто ну не знаю действительно хочется жить и хочется что-то в этой жизни поменять это просто огромный шанс в жизни дальше каким пользоваться ну это уже каждому решать но из самых основных в этом реценции направлении то очень ну первых каждый переживать по-разному эти сеансы и сеансы тебе просто напросто выбивают за головы наркотик тебе чем не нравится счет от рецентр тем что как на 12 шаговых например сравнивать да там ты постоянно найти глупо повторяешь я наркоман я наркоман я наркоман здесь делают все для того чтоб ты просто то забыл как страшный сон да может не за получится забыть прошлый опыт не получится забыть там какие-то жизненные сложности моменты но забыть наркотик забыть этот кайф это реально я не помню например приход сейчас вот-вот не помню я реально вот я вы серьезно как она есть я я не помню сейчас кайф от наркотик я просто забыл то есть здесь направлено лечение на то чтобы у тебя будет просто-напросто эту наркоманскую субличность по-научному которая называется выбить ее из головы до выбить ее за головы и заставить твою трезвую трезвую часть твоей личности доминировать твоей жизни и это на самом деле ну сеансы они проходят жестко сеансы жесткие потому она и работая что тут во-первых щадить себя не нужно и слушать действительно все что делают и прислушиваться к тому что говорят доктора если проводишь хорошую работу над собой все получится все получится я наводил пример всегда что ну похороны стоят недель не дешевле во всяком случае а здесь себе дают на всяком даю тебе шанс даю тебе шанс на новую жизнь действительно и на жизнь нормальную жизнь полноценную жизнь